Этот принцип питания подойдет для тех, кто хочет привести себя в форму, но не хочет заморачиваться с подсчетом калорийности блюд, взвешивания продуктов, введения дневников питания и расчета БЖУ. И это метод тарелки. Суть метода довольно проста. Можно взять обычную тарелку, для девушек это 20-22 см, для мужчин 24-26 см и визуально поделить ее пополам. Затем одну из частей разделить еще на две части. В итоге мы получим три части, одну большую и две равных поменьше. Каждой из частей нужно заполнить по определенному принципу. Первая часть овощная, вторая, одна четвертая часть тарелки это гарниры, и третья, одна четвертая часть тарелки это белковая. Либо, если вы сомневаетесь в объеме тарелки, можно воспользоваться методом кулака. Один кулак это белковая часть, второй кулак это гарниры, и два кулака это овощная часть. Распределение пищи таким образом позволяет человеку получить в течение дня максимальное количество нутриентов. Но давайте разберем, какую основную пользу несет каждая из частей. По правилу тарелки к основной части не относятся бобовые и картофель. В картофеле содержится крахмал, и это сложный углевод, чтобы кто не говорил, а в бобовых больше содержания белка, чем клетчатки. К рекомендуемым продуктам можно отнести помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, капусту, белокочанную, цветную, морскую, брокколи, тыкву, рукулу и все виды зелени. Овощи могут быть не только свежими, но и тушеными, вареными, приготовленными на пару, на гриле. Или, например, я люблю готовить в духовке. В качестве заправки вы можете использовать любые масла. Это кунжутное, оливковое, рапсовое и все виды масел, которые вам нравятся. Самое главное не использовать гидрированные и дезодорированные масла. Одна четвертая часть тарелки заполняется сложными углеводами. Картофель, гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый или дикий рис, кускус, булгур. И порция гарнира считается уже в приготовленном виде. Последняя часть тарелки должна быть наполнена пищей, богатой белками. Птица, рыба, мясо, морепродукты, яйца, творог. И не забывайте про суппродукты. Это очень полезная белковая часть внутренней органы. Сердце, печень, почки. Там содержится не только белок, но и очень важные микроэлементы. Оптимальная порция белковых продуктов это от 80 до 200 грамм. И вы спросите, а как тогда быть с так называемыми вредными продуктами? Это фастфуд, чтобы я крайне не рекомендовал, потому что содержит очень много плохих жиров. Сладкое, мучное. Эти продукты должны присутствовать не более 10% от вашего рациона. И входит это в часть, где находятся сложные углеводы. То есть вы часть сложных углеводов или, например, один прием пищи можете заменить на так называемые вредные продукты. Но я вообще за чистое питание, и если вы собираетесь действительно на постоянке себя хорошо чувствовать, выглядеть, все-таки я эти продукты минимизировал. Знаю прекрасно, что если себя постоянно в чем-то сильно ограничивать, то рано или поздно произойдет срыв. Но теперь у вас есть стратегия. Это не более 10% от суточного рациона. Однако, можно пойти другим путем и есть свои привычные вкусняшки, но с пользой для организма. Еще и с дополнительным количеством белка. Один из вкусных способов добрать белка еще заменить конфеты, печенье, торты, шоколадки с огромным количеством сахара и плохих жиров, заменить их на протеиновые батончики, которые содержат дополнительные порции белка и не содержат сахара. Самые вкусные и с большим количеством белка производит компания Bombard. С огромным ассортиментом выбора вкусов и качественным составом. Помимо протеиновых батончиков, у ребят есть протеиновые коктейли, печенье, вафли и все это с дополнительной порцией белка. Огромным плюсом их продукции является, что это такая же привычная сладость, как например из магазина, но только это полезная сладость. Лучше всего заказывать на официальном сайте bombard.ru, так цены точно будут выгоднее и вы будете уверены в качестве продукции. Сейчас это лучшее, что есть на рынке и вы можете заказать с большой скидкой в 27% по моему промокоду красави. Все ссылки вы найдете в описании под видео. И еще несколько правил в дополнение. 2-3 приема пищи должно быть по методу тарелки. У меня это обед и ужин, завтраки я могу собирать индивидуально, но в рамках правильного питания. Отдавайте предпочтение тушению, варке, приготовлению в духовке или на пару. 3-4 рагу. Начинайте пищу с овощей, это позволит вам быстрее насытиться. Ешьте медленно. Сытость приходит через 15 минут после еды, если вы будете есть быстро, это приведет вас к перееданию. Правило тарелки исключает добавки. За один прием пищи вы можете использовать тарелку один раз. И как я уже сказал, используйте правило тарелки для двух или трех приемов пищи, например для обеда и ужина. Правило тарелки также можно использовать к сложным продуктам, например рагу или плова, ну или например к супам. Просто добавьте к порции недостающие продукты в нужном количестве. Простота использования, легкость и выбора разнообразных продуктов делает метод тарелки очень удобным, а самое главное полезным. Поэтому если вы не хотите заморачиваться со всеми этими подсчетами, правило тарелки будет работать на 100%. Используйте правило тарелки, которое приведет вас не только к внешнему, но и внутреннему в плане здоровья результату. А с вами был Красавин Иван, надеюсь вам это видео действительно будет полезным. До новых видео, счастливо, пока!